Царя Царей А мы Его семья аллилуйя, аллилуйя Господа благослови что дал радость неземную пребывать вообще не с ней аллилуйя, аллилуйя Господа благослови что дал радость неземную пребывать вообще не с ней слава богу слава богу мы отца благодарим за иисуса кровь святую что ее за нас пролил аллилуйя аллилуйя обесп adapts на И сегодня в день воскресный Всех Ты нас благослови И пошли нам в Дух Небесный Чтоб прибыть к Моей любви Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что до радости земную Пребывать вообще не с ним Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что до радости земную Пребывать вообще не с ним Господи, Аллилуйя, Душам радость Ты даешь Всех нас Духом наполняешь И в обители ведешь Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что до радости земную Пребывать вообще не с ним Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что до радости земную Пребывать вообще не с ним Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что до радости земную Пребывать вообще не с ним Господь, мы превозносим Тебя Мы благословляем имя Твое Святое Отец Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты наш Бог Ты наш Искупитель, Ты наш Спаситель Иисус Мы поклоняемся Тебе в этот вечер Господь, будь прославлен, будь возвеличен, Господь Ты достойна этой славы, Господь Боже, Ты достойна гораздо больше того Что мы можем дать Тебе, Господь Но мы от всего сердца хотим прославить Тебя Мы хотим сказать Тебе слава, Господь За то, что Ты сделал для нас, Господь А Ты сделал так много, Господь Слава Тебе, Ты великий, превознесенный Бог Мы поклоняемся Тебе, Аллилуйя Возношу свои руки к небу Поклоняюсь Творцу Вселенной Пусть прольются любви потоки И сердца моего Я не останусь таким, как прежде От Твоей славы хочу меняться В Твоей любви я хочу купаться Твоими путями ходить Я говорю, Иисус, будь со мной 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 Возношу свои руки к небу Поклоняюсь Творцу Вселенной Пусть прольются любви потоки И сердца моего Я не останусь таким, как прежде От Твоей славы хочу меняться От Твоей славы хочу меняться В Твоей любви я хочу купаться Твоими путями ходить Я говорю, Иисус, будь со мной 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 Иисус, будь со мной, я говорю, Иисус, будь со мной. Я говорю, Иисус, будь со мной. Иисус, будь со мной, я говорю, Иисус, будь со мной. Твоя сила, Дух Твой святой, Твоя поддержка. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим за Твое присутствие. Мы благодарим за то, что мы склоняемся пред Твоей, Боже, жизни нашей. Мы благодарим Тебя за радость, за слезы. Мы благодарим Тебя за переживания, за испытания. И мы хотим всегда радоваться в любых обстоятельствах нашей жизни. Мы хотим поклониться Тебе, Боже, жизни нашей. Поклониться Тебе, наш дорогой Господь. Прими эту вечернюю жертву хвалы. Пусть она будет, как благовонное курение, Отец Небесный. Как фемиам, поднимающимся пред престолом Твоей благодати. Боже наш, Ты наша сила, Ты наша радость, Ты мечта нашей жизни. И мы благодарим Тебя за это, дорогой наш Иисус. Я поклоняюсь пред Тобою, Боже, И для меня нет ничего дороже, Если со мной Ты тустотой. Лишь Ты наполнишь сердце добротою, И от Тебя я ничего не скрою. Милость Твоя вечно жива всегда. Ты со мною сквозь года, Под Твоим покровом я Не оставишь никогда. Не оставишь никогда. Меня всегда Ты со мною сквозь года, Под Твоим покровом я Не оставишь никогда. Не оставишь никогда. Меня Как только я свои глаза закрою, Моя душа летит к Тебе сквалою, Мир Твой, Господь, Мир Твой, Господь, В сердце моем. Смиренным сердцем быть всегда хочу я, И Дух Твоё в Тебе, мой Аллилуйя, Как велика милость Твоя. Всегда ты со мною сквозь года, Под Твоим покровом я Под Твоим покровом я Не оставишь никогда. Меня всегда Ты со мною сквозь года, Ты со мною сквозь года, По Твоим покровом я Не оставишь никогда. Меня всегда Ты со мною сквозь года, По Твоим покровом я Не оставишь никогда. Ты со мною сквозь Меня Я покровяюсь При Тобою, Боже, И для меня нет ничего дороже, Если со мной Ты, Дух Святой, со мной, Дух Святой, со мной. 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 Вы знаете, от Матфея 5 глава 9 стих я сегодня читал. Дух Святой, что благословенный миротворец, ибо они будут называться детьми Божьими. И вы знаете, я хочу вас призвать, чтобы мы не только желали мир, но и творили мир, потому что Бог послал Сына Своего на землю. И написано то, что Иоанна 14 глава, и написано, что Иоанна 14 глава 27 стих написано, что Он пришел и оставил мир с нами. Вы знаете, вы знаете, что Иоанна 14 глава 27 стих я сегодняшний миротворец, который учитель, который преподавал, сидит прямо передо мной. При тем, как я буду говорить слово, делиться то, что у меня сегодня на сердце, я бы хотел, чтобы мы помолились, чтобы сегодня Дух Святой говорил, чтобы Дух Святой сегодня действовал, и чтобы Он вмешался в эту атмосферу. Поэтому мы можем склонить головы, оставаясь на наших местах, мы просто помолимся Богу. Иисус, я благодарен Тебе, что Ты сегодня на этом месте, Господь. Слава Тебе за Дух Святого, что Ты сегодня здесь, что Ты живешь у нас. Я благодарен Тебе, Господь, за Сына Твоего, за кровь Твою, Господь. Я прошу, вмешайся в эту атмосферу, Господь. И Ты сегодня говоришь, что у Тебя есть сегодня сказать, Господь. Я благословляю это время, Господь. Мы разрушаем все планы дьявола на этом месте, чтобы мы не отвлекались, но слушали, что говорит сегодня Господь. Открой нам уши, я благословляю нас всех, Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Слава Богу, Церковь. Вы знаете, мы сейчас пели песню про Духа Святого. Как приятно то, что Дух Святой с нами. Вы знаете то, что у Бога на небесах был свой хор. У Него были созданы ангелы, те, которые пели и прославляли Его. И Он посмотрел на это все, и это не возгорело Его сердце. И Он создал себе человека, чтобы вечно прославляли Его. И вы знаете, какое-то время Сатана, который был тоже с Ним, он тоже прославлял Бога. Он тоже поклонялся Ему. И Он это даже, я скажу, в какой-то мере делал это лучше, чем мы. И пришел такой момент, что Он возгордился, и написано, что Он упал с небес. И Бог как бы потерял вот это такое прославление. И Он смотрел на человека, который Он создал, который будет приносить Ему славу и хвалу. И Он понимал то, что не всегда человек это может делать, потому что Он дал нам свободы выбора. И Он понимал то, что невозможно человеку все время оставаться на правильном пути, да, все время быть чистым, все время, потому что мир этот не чист. Здесь столько грязи, столько греха, столько всего, которое иногда придирается к нам и притормаживает нас. И Бог на все это смотрел. Он сказал, что мне нужно... Он посмотрел на человечество, и Он сказал, мне нужно дать им какую-то силу, которая будет им помогать все время вставать, которая помогает идти дальше. И Он понял то, что я должен дать им Духа Святого, Духа Своего, который, написано, знает все и может прославлять Бога лучше всех. И когда Он посмотрел на человечество, Он понял то, что Дух Святой — это святая часть Бога, как Он свят, так же и Дух свят. Но Он посмотрел на человечество, и Он понял то, что люди не святые. И задался такой вопрос, как можно поместить что-то святое от Бога, то есть Духа Святого, не в святой сосуд. Сосуд, который загрязненный, сосуд, который недостоин получить Святого Духа. И тогда пришел такой момент, когда они на небесах решился этот вопрос, решился вопрос спасения. Тогда Господь посмотрел, и Он отдал Сына Своего, послал Сына Своего, который, уверяющий в Него, через кровь Его написано то, что через кровь Его взошел на крещение, и через кровь Его очистил народ Свой и сделал Его святыми. И это дало нам возможность принять сегодня Духа Святого. И это дало нам возможность поселить Духа Святого внутри нас из-за крови Иисуса Христа. Вы знаете, тема моей проповеди сегодня — это слово очищение. Вы знаете, приходит такой момент, мне приходил такой момент, когда я только покаялся, когда я пришел в церковь. И я пришел, покаялся, принял Господа как своего спасителя. А пришло время, когда я получил Духа Святого, когда Господь крестил меня Духом Святым, когда крестил меня и огнем. И я начал задаваться таким вопросом. Если совершает человек какой-то грех, или он где-то спотыкается, или может где-то падает, нужно ли ему каждый раз приходить и каяться, и снова приходить и каяться, и раскаиваться, и снова принимать Иисуса Христа. И мне задавался такой вопрос, это было давно, это было 3-4 года назад, и Господь тогда проговорил мое сердце. Я хочу, может быть, немножко поделиться сегодня вот этим моментом с нами. Может быть, кому-то это будет, может, что-то новое, может, что-то откроется кому-то. Но я начал понимать, что спасение и освящение – это две разные вещи. То есть я внутри себя думал о освящении, но не понимал еще вот этот концепт освящения. Что такое освящение? И поэтому я хочу сегодня немножко говорить на тему освящения. Я назвал эту проповедь слово «освящение». Вы знаете, спасение – это действие оправдания через веру. Аминь. То есть Иисус пришел, Он парил свою кровь, написано то, что кто верит Него, да, кто верит кровью, очищается и спасается через слышание. Но на этом не заканчивается вся Библия, не заканчивается только на том концепте, что мы приходим и получаем спасение, каемся и получаем спасение. Бог ведет нас намного дальше, и Он хочет, чтобы мы шли немножко дальше, даже намного глубже. И Павел говорит то, что… Я не знаю по-русски. Я писал эту проповедь вообще на английском, и потом я сидел и переводил. У меня русская Библия я нашел, она немножко пыльнее была, потому что полностью перешел на русский язык. И поэтому немножко я, может, притормаживаю, потому что я думаю немножко по-английски и перевожу на русский. Вот. Но хочу еще раз сказать то, что спасение – это действие оправдания только через веру. То есть мы стали праведными и оправдались через веру в Иисуса Христа. Не своей праведностью, не то, что мы могли заработать, а только через веру в Иисуса Христа. Аминь. Написано то, что Аврам – это отец, father of faith, да? Будет половина по-английски, половина по-русски. И так же и мы. Мы сегодня оправдываемся и освящаемся через веру и через слово в Иисуса Христа. Аминь. В Библии написано то, что от Иоанна первая глава написано то, что вначале было слово. И слово – это было Бог. И слово было у Бога. И потом оно сошло в форме, в виде Иисуса Христа. То есть сам Иисус Христос – это было для нас что? Слово. Аминь. И через свою кровь Он очистил нас и оправдал нас, что мы могли получить Духа Святого. Духа Святого. И Библия говорит то, что Дух Святой – это Дух благодати. Дух благодати. И задается такой вопрос, много вообще вопросов о благодати. Я верю в то, что благодать – это сила, не которая позволяет нам грешить, а это сила, изменяющая нас и дающая нам силу изменяться и превращаться в Иисуса Христа, такой, как Он был. Павел говорит Тимофею то, чтобы он практиковался в благочестии. То есть быть как Бог, сам как Бог. То есть стараться изо всех сил быть как Бог, практиковаться, чтобы была какая-то у Него натура и характер. Восстанавливать свой характер и быть похожим на Иисуса Христа. Аминь. Давайте прочитаем 2 Корбинстерам, 5 глава, 21 стих. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за греха, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Дорогие, это очень глубокое такое местописание, очень глубокое местописание. Я часто над нем, я часто размышляю над этим, что Он не знал греха, Он не знал абсолютно греха, Он был абсолютно чистый, непорочный. Но Он пошел на крест и страдавший за нас, то есть Он непорочный, страдал за порочных людей, чтобы сделать их праведными, отдать им свою праведность. То есть когда мы в нем, когда мы принимаем Его через веру, да, мы в нем находимся праведными. Аминь. Это только возможно, я еще раз повторяю, это только возможно через кровь Иисуса Христа. Это не то, что мы сделали, и никогда мы не можем никакие воздать дела или сделать что-то, которое нам заработает праведность, который приходит нам от Бога. Невозможно это сделать, невозможно такого сделать. Поэтому Бог понимал это, и когда Он сказал, я хочу себе таких поклонников, те, которые будут славить Меня, но я хочу им дать возможность, что даже если они упадут или можно споткнуться, я хочу дать им силу, чтобы они вставали и все время продолжали идти и славить Имя Мое. И поэтому Он сказал, я пошлю Сына Своего, который умрет за них, и через веру в Него мы получим праведность. И на основе праведности мы получим Духа Святого, который в Библии говорит Дух Благодати. И через Духа Благодати Он дает нам силу изменяться в Иисуса Христа, такой, как Он был. Аминь. Давайте откроем от Иоанна, вот я хочу сейчас уже немножко говорить о освящении, что такое вообще освящение. И я читал Библию, Господь мне так открыл это, и я хочу сегодня поделиться это с вами. От Иоанна 13 глава, это будет 4 стих, с 4 до 10 стиха. Мы все знаем эту историю, это та ночь, где Иисус встретился с учениками. И это та ночь, где Он омывал им ноги. Вы помните эту историю? И раньше, когда я читал эту историю, я понимал, там говорится то, что Иисус, когда Он омыл им ноги, Он им говорил, да, вот то, что Я, Господь, это делаю вам, служу вам, так и вы, смотря на Меня, да, делайте то же самое другим. Но я тут немножко смотрел, читал и пошел немножко глубже, немножко дальше. Так Иоанна 13 глава, 4 стиха, читаем. «Встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которое было припоясано. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мне ноги? То есть тут уже Петр думает, Ты, Господь, Бог, это я должен омывать Тебе ноги, а не Ты мне. Ты есть свят, но не я. И он как бы этим пытается отдать Богу честь. И тут дальше написано, да, 7 стих. Иисус сказал ему в ответ, что я сделаю теперь, ты не знаешь, но уразумеешь после. 8 стих. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Вот этот стих меня коснулся, я начал молиться и размышлять дальше. И Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки мои, и голову омой мне. Когда он понял то, что Иисус хотел ему помыть ноги, он сказал, если я не омою Тебе ноги, то ты не сможешь быть со мной. То есть это как? Как это, если я не омою Тебе ноги, я не могу быть с Тобой? Как это, Господь, объясни мне? И тогда он распоряживался и сказал, Господь, тогда омой полностью меня. Омой с головы, омой мне руки, омой мне ноги. Интересный момент, то что почему Иисус, я не знаю, если вы задавали себе этим вопросом, почему Иисус начал мыть именно ноги? Почему Он, может быть, не начал с головы или, я не знаю, или с рук, или еще какой-то, какие-то части сил, а именно начал мыть ноги? Вот я тоже задавался этим вопрос и получил ответ, слава Иисусу. Десятый стих Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь и вы чисты, но не все. То есть Он тут говорил о Иуде. Да, я еще раз прочитаю. Иисус говорит ему, омыть нужно только ноги умыть, потому что вы чисты, да, я уже говорю своими словами. То есть Иисус говорит, чистому, который уже омыт, нужно мыть только ноги, но не нужно омывать все тело. И когда я начал размышлять об этом, я начал понимать то, что, вы знаете то, что раньше они ученики и вообще все люди, в старое время, когда у них еще не было такой обуви у нас, которая закрыта, да, или может быть какие-то были, но они ходили в сандалиях. В одной причине, потому что обувь не была еще развита, но в другой причине, потому что было жарко, и они ходили в сандалиях. Они ходили, то есть Иисус их посылал, они ходили с города в город, проповедовали там, делали всякие дела, и они ходили в сандалиях. И когда они ходили в сандалиях, у них не было еще такого понятия чистоты на улицах, и когда они ходили, а может быть наступали в какие-то отходы или еще какие-то вещи, которые загрязняли им ноги. Вы понимаете? То есть они ходили, и ноги у них, когда они ходили по своему пути, когда они ходили, может быть, по своему призванию, когда они ходили, они ходили через мир, но когда они ходили, они загрязняли себе ноги, потому что были в сандалиях, и ноги их не морались. Можно мне часы как-то впереди поставить, чтобы я время видел? Они ходили, когда по миру, когда Иисус их посылал, то есть они ходили в сандалиях, и у них вечно были ноги грязные. И тут была вечеря, и когда они сели за стол, раньше столы были такие низкие, то есть они когда сидели, они как бы сидели на корточках или как бы на полу, и ноги были очень близко к столу. И когда Иисус это, не только Он, когда это увидел, Он уже запланировал это омыть и ноги. О чем это? И когда я думал про это, я думал, как это сегодня связано с нами, да? Что это сегодня значит для нас? Что Господь говорит нам сегодня через эти слова? Что пытается Иисус донести нам? Все, воду выпил. Вот. То есть, вы понимаете, да? Если вы со мной согласны, или вы понимаете, что я говорю, вы можете сказать аминь, или слава Иисусу. Если вы, может, уже понимаете, куда я иду, или смысл моей проповеди, вы можете сказать аминь. Я хочу, чтобы мы сегодня понимали то, что Иисус на этом месте. И мы последнюю песню пели то, что мы радостны, потому что Иисус нас спас. Так давайте быть радостными, давайте реагировать на Его Слово. Давайте будем, давайте жить, потому что Он живой. Аминь. Вот. Еще раз я рассказываю, да, то, что Иисус начал мыть ноги ученикам. Ноги у них были грязные, потому что они ходили по миру, выполняли задания, которые говорил им Иисус. Они ходили, и ноги у них загрязнялись непонятно чем. Может быть, грязью, может быть, каким-то отходом. Может быть, что было на улице, потому что было грязно. Вы понимаете это, да? И Иисус взялся мыть им ноги. И что сегодня, я хочу немножко объяснить, как это сегодня связано с нами. Что это сегодня говорит для нас. То, что мы сегодня тоже, как ученики, да, как те, которые выполняем задания или какие-то вещи, которые Господь приготовил нам. Аминь. У каждого, я хочу сказать, что у каждого, у каждого человека, который находится на этом месте и вообще во всем мире, для вас есть Божий план. То есть, когда Бог не сначала не создал вас, а потом думал, что мне с ними теперь делать. Или когда вы согрешили или упали где-то, Бог тебе сказал, я не знаю, что мне с ними делать. Такого никогда не было. У Бога формировалась мысль, и Он думал, кто-то должен проповедить в Евангелии, кто-то должен молиться, кто-то должен прославлять, кто-то должен петь, кто-то должен играть. И когда Он думал про все эти мысли, когда Он думал, Он мне так говорил, когда я думал о тебе, Он сказал, Он мне говорил, я хотел, чтобы кто-то проповедовал Евангелие. И вокруг вот этой мысли Он создал меня. То есть, если даже я когда-то упал, или что-то со мной случилось, или, не знаю, какие-то, может быть, я неправильные решения принимал, Бог все равно слава за Его милость, за Божью милость, потому что у Него всегда есть план. И Он не создал нас просто так, а создал для чего-то, чтобы мы ходили и разносили Евангелие, то, чтобы мы проповедовали Слово Божие. То есть, по каждым, по разным путям. Это то, что делали ученики на то время. И как это связано с нами, как сегодня связано то, что такое освящение сегодня. И я начал понимать то, что когда мы ходим, когда мы выполняем Божий план, когда мы находимся, может быть, мы находимся в мире, не как в мире, живя по плотским каким-то вещам, а находясь в мире, то, что мы разносим Евангелие, и мы находимся в этом мире, и, может быть, ездим куда-то, и что-то, и проходим через все. И сейчас, вы знаете, у кого-то, может, есть дома телевизор, сейчас рекламы такие, то, что, ну, некрасивые вещи. Даже на Фейсбуках, на телефонах это все загрязненное. Везде есть грязь. И так же, как ученики ходили, у них, это, получается, как метафор, да, когда они ходили тоже по земле, когда они ходили, к ним клянчилась какая-то грязь. То есть, либо это были отходы, либо, может, это обычная земля, какая-то грязь, и у них загрязнялись ноги. Так и мы сегодня, когда мы ходим, когда мы ходим по миру, исполняем Божий план. Хочем мы, как бы, и не хочем, все равно что-то встретится перед глазами, или что-то, может быть, мы услышим, или, я не знаю, мы все работаем на разных работах, и не все там верующие. Я раньше уже рассказывал то, что я на работе иногда прихожу, и у нас там какие-то русские парни, они начинают материться. Я просто прихожу туда утром, я говорю, Господь, закрой мне от меня уши, мои уши от этого всего, закрой меня. Я не хочу это видеть, не хочу это слышать. Потому что это входит и загрязняет нас. Вы понимаете, что я говорю? То есть наш ход, да, мы христиане, мы ходим по этому миру, проповедуем Евангелие, разносим. Классно, когда мы приходим, мы имеем возможность приходить в церковь почти каждый день, да, и встречаться с братьями и сестрами. Но бывают такие моменты, когда мы, может быть, наедине, или когда мы разносим Евангелие в какие-то, может быть, места, где еще кто-то не был, то попадает перед нами, может быть, какая-то грязь. И она тоже, как ученикам, к ногам им, только не к ногам нашим, а к душе нашей клянчатся какие-то, может быть, грехи или, может быть, какая-то грязь. И поэтому Иисус говорил, что вы уже осветились, да, вы уже осветились через то, что приняли крещение, вы уже осветились, то есть прощенные ваши грехи, возрожденные свыше, да. Вы уже новое создание, новый человек, но потому что вы ходите по этому миру, где все равно существует грех, да, где все равно дьявол пытается остановить нас и сбить нас всяким грехом, всякими своими планами, то к нам иногда, даже не по нашему хотению, клянчится какая-то грязь. И поэтому Иисус сказал, что вы ходите, вы уже освящены, вы возрожденные свыше, новое создание, но вы ходите по миру, и может тоже клянчится к вам какая-то вещь, может, прилипает к вам какая-то грязь. Иисус говорил, я хочу очистить вас, освящать вас, омыть вас, чтобы вы продолжали ходить в моем присутствии, чтобы вы продолжали ходить с Духом Святым и творить мои дела. Поэтому Иисус говорил, я хочу также омыть ваши ноги, чтобы вы были чистые, идти дальше. И я начал понимать то, что, я начал понимать вот эти мысли и то, что хоть я возрожденный свыше, да, хоть прощены мои грехи, и я новое создание, созданное для Иисуса, чтобы проповедовать Евангелие или делать какие-то дела, на которые Он меня создал, да. Но иногда бывают такие моменты, я думаю, у каждого нас бывает, что в чем-то ошибаемся, не принимаем неправильные решения. Иногда может это привести к греху, иногда может это нас разбить на какое-то время. И я начал понимать через вот это то, что я не должен снова бежать и принимать покаяние. Потому что, как я раньше говорил, покаяние, Библия говорит, это действие оправдания через веру первый один раз. Приходит такой момент к человеку, когда он понимает, что за него умер Иисус Христос. И он приходит на покаяние, принимая Иисуса Христа и кровью, как свое спасение. И в этот момент человек становится новое создание, возрожденный свыше, возрожденный для Господа. Вы были куплены дорогой ценой, вы не свои. Аминь. И я начал понимать то, что я задавал Богу вопрос, а что если я где-то не приму правильное решение, может быть я упаду, может быть иногда, знаете, едешь в церковь на дороге, да, и думаешь в воскресенье никого не будет на дороге и все будет нормально. Но иногда кто-то выезжает и подрезает или что-то еще, и ты хоп, может быть что-то сказал, может быть как-то оскорбил и чувствуешь, что неправильно подвел. И начинает Дух Святой на тебе внутри работать, и ты как бы жалеешь. Но нечаянно, нечаянно бывают какие-то вещи, может быть не специально сказал, может быть не специально что-то сделал, но бывает то, что ошибаемся и делаем ошибки. Мы все люди, поэтому Бог, смотря на нас, Он не хотел терять новых поклонников, Он не хотел терять тех людей, которые примут Иисуса Христа. Он понял то, что они примут Иисуса Христа, и будет новое возрождение, и будут славить Меня. Но так как они будут ходить через этот мир, и дьявол пытается будет их всячески атаковать, всячески пытается будет их спотыкнуть или как-то уничтожить, да. Бог понимал это, и поэтому Он сказал, что Иисус будет омывать нас, будет омывать нас, чтобы мы продолжали ходить и не теряли вот это новое возрождение, новую личность, которую мы получили через столько крови Иисуса Христа. И я начал задаваться таким вопросом, что такое освящение? Как я понимал, да, освящение и спасение — это две разные вещи, мы только что про это говорили. И мы понимаем то, что спасение приходит через Иисуса Христа. Мы каемся и принимаем Иисуса Христа как своего Спасителя. Через Его кровь мы новое создание. Но все-таки мы остаемся в мире, и в этом мире много всего, много всяких грехов, много всяких ловушек. Иногда мы не совсем развиты, чтобы понимать ловушки дьявола. Иногда мы не совсем понимаем, что дьявол имеет против нас. И нам нужно освящаться. Нам нужно освящаться, чтобы продолжать этот святой путь, чтобы мы были святы, как Он свят. Господь говорит, будьте свят, так как Я свят. Иногда мы... Я когда на это смотрел, я думал, ну это как-то невозможно. Потому как Я могу быть свят, так как Он свят? Он сущий на небесах, да? Он Сам есть Господь, Он есть Бог. То есть я не Бог, Он есть Бог. И Он меня призывает быть святым, так как Я свят. И потом я начал читать Библию, и я увидел такие моменты, я начал понимать то, что осветил их через кровь свою, через Слово свое. Я начал понимать, что такое вообще освящение, как нам нужно освящаться сегодня, что мы должны делать, чтобы продолжать освящаться. Может быть, мы где-то падаем, может быть, мы где-то неправильные решения создаем. Но как нам освящаться, вставать и идти дальше? Как нам это делать? Я начал понимать то, что Библия говорит. Мы даже прочитаем сейчас. Эфессианам 5 глава. С 25 стиха. И ниже. Время нет, да? Есть время? А то... Но я просто хочу на время смотреть, чтобы знать. Спасибо. Эфессианам 5 глава, 25 стих. Мы все знаем это место. Я немножко выше читаю, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Написано, «Мужья, любите своих жен». Мужья, любите своих жен. Тут как бы не нужна в этот момент Библия, да? Можно понимать, что нужно любить своих жен. Я не женат. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Аминь». Я немножко продолжу, но я хочу здесь что-то сказать. То есть мы есть церковь Иисуса Христа. Мы есть церковь Иисуса Христа. Мы есть формирующая невеста, возрастающая невеста, которая будет готова для Иисуса Христа через кровь Его. То есть Он спас нас. И Он написано, «Отдал Сам себя за невесту Свою». Сам пострадал. Сам был без греха. И пострадал за нас. Пострадал за нас, которые были с грехом. И очистил нас. Продолжаем дальше. «Также Иисус Христос возлюбил церковь и отдал Себя за нее». И вот тут такой момент написано, «Чтобы освятить ее, очистить ее водным омыванием через Слово». И вот тут я задумался. Я начал понимать то, что наше освящение сегодня, наше освящение то, что Иисус, когда Он мыл им ноги, мыл ученикам ноги, Он омывал их водой. Омывал их водой. Но сегодня нам наши грехи или грязь, она сегодня клянчится к нам, к Духу, к нашему сердцу. И Бог сегодня говорит, чтобы очиститься нам, чтобы нам продолжать идти дальше, чтобы очищаться вечно, нам нужно погружаться и оставаться в Слове Иисуса Христа. Библия говорит то, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово – это было Бог. И потом оно сошло, как Христос, как плоть сюда на землю, и оно было с нами. И я начал понимать то, что чтобы мне оставаться в чистоте, чтобы мне оставаться чистым, или даже, может быть, я когда-то упаду, чтобы мне вернуться в присутствие Божьего, чтобы мне, может быть, не повторять даже тех ошибок. Я понимал то, что мне нужно оставаться в Слове Иисуса Христа, в Слове Господа. Также Иоанна 15 глава со 2 стиха написано, «Всякую у меня ветвь, не при...» Я так написал, что сам не понимаю. «Неприносящую плода он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносить плода». И дальше, третий стих написано, «Вы уже очищенные через Слово, которое Я проповедовал вам». Аминь. То есть не Я проповедую вам, а Слово, которое говорит нам лично Господь. Вы знаете, я недавно читал такой интересный момент, может быть, я еще не до конца понимаю, но развиваю эти мысли. Римлянам 5 глава, там, где написано то, что смерть явилась через грех, через грех Адама и распространилась. Но также и пришла жизнь вечная, и мы получили благодать через один акт, праведности Иисуса Христа. Вы помните это место, да? И там написано то, что такой момент, что закон пришел от Моисея и пошел дальше. То есть был промежуток такой между Адамом и Моисеем, где не было еще закона. Но написано, люди все равно умирали. Это как получается? На каких основах они осуждались? На каких основах они умирали? От чего это? И я размышлял это, я до сих пор думаю про эти вещи. И я начал понимать то, что Бог с Авраамом говорил персонально. У него было персональное отношение и у него было персональное откровение. То есть не пришло еще правило, а Бог имел, то есть закон, Бог имел персональное отношение с людьми. И он напрямую говорил с ним. И когда люди не слушались Бога, тогда они умирали. Когда они не слушались Его слова, то, что Господь говорил им на то место, то они умирали. Иоанна 15 глава 2-3 стих. Вы очищаетесь через Слово Мое. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповел нам. Это Слово, это Библия. Это Слово, это Библия. Это как бы это все начало, это священное Писание, которое Господь дал нам, через которое мы, если мы, я честно верю, то, что если мы будем читать Библию каждый день, то у нас не будет времени, или даже будет у нас больше сил как бы не падать в какой-то грех. Я это честно верю. Я, если я вам скажу честно, то я сам на себе это проверял. Когда я начинаю углубляться в Слово, не просто там почитать, чтобы поставить галочку, а прочитать, чтобы понять глубины Божьей, чтобы понять, что Господь говорит сегодня. Когда я начинал углубляться в Слово, я забывал про себя, и я начал думать о Христе. И тогда я верю в этот момент, когда мы забываем полностью про себя, когда приходит полностью наша как бы смерть, тогда начинает проявляться через нас Господь. Тогда начинает проявляться через нас Иисус Христос. И я понимаю то, что когда я углубляюсь, может быть, это какая-то Часть времени или, может быть, какой-то большой промежуток времени, когда мы находимся в Слове, и через какое-то время начинает в нас проявляться Иисус Христос, потому что мы углубляемся полностью в Его Слово, через которое сами и очищаемся. Аминь. От Иоанна, 17 глава, 17 стих. 17 стих написано, что это Иисус молится, и Он, Он как бы даже не молился, Он на горе разговаривал с Господом и с Богом, и Он говорит, «Освяти их истинною Твоею, Слово Твое есть истина, Слово Твое, Господь, есть истина, истина освобождает, истина исцеляет». Вы знаете, я глубоко очень верю, что часто мы начинаем какие-то движения, начинаем молиться, чтобы пришло исцеление, и я только за это, я не против этого, чтобы пришло исцеление, чтобы Дух Святой действовал, чтобы приходилась сила Божия. И часто мы начинаем, мы когда видим это все, мы начинаем зацикливаться на этих местах, зацикливаться на этом мышлении, на силе Божьей. Но я верю в то, что Господь говорит, не ищите Слово Моего, развивайте Слово Моего, потому что от Слова, я дальше сейчас объясню, от Слова пойдет дары Духа Святого. Как мы это знаем? Иисус, когда Иисус, ему было 12 лет, да, он ходил, он пошел там в синагогу, и пришли его родители, искали его, думали, где он, они нашли его, он подчинился им. И такой промежуток, то, что там, как следующий стих, или может следующая глава, я точно не помню, написано, что ему уже 30 лет, да, и он уже пошел служить, и дело для того, что он пришел на землю, да. Я хочу немножко пояснить, вот этот промежуток такой не совсем известен Библии, но мы понимаем то, что в это время, в это время Иисус поучался. Он был послушан, он был послушан родителям своим, он был послушан тому времени, Бог проводил с ним работу, он был послушан Слову, да, он был послушан Слову. И когда он был послушан Слову, он полностью погрузился в это Слово. Пришел момент, когда он пошел делать дела, и когда он пошел, он заходил, люди исцелялись, он приходил, и уходили болезни, и уходили демоны. Начинала, атмосфера полностью менялась. Почему? Потому что он проводил огромное время в Слове. Он проводил огромное время, погружая себя в Слово Божие. И когда он выходил и делал свои дела, когда он ходил по миру, люди смотрели на него, они видели силу Божью. Потому что у него была основа, на которую Дух Святой действовал. Основа – это сегодня истина Бога, а истина – это написано, это Слово Мое. И я точно верю сегодня, как Библия нам говорит, и мы прочитали, что сегодня мы очищаемся. Хоть и мы ходим, и иногда к нам привязываются какие-то, может быть, неправильные вещи или ошибки, или еще что-то. Но мы очищаемся через Слово. Мы всегда можем назад вернуться в это Слово, которое сделано, чтобы делать нас все лучше и лучше. И я верю, что на этом основании, на очищении, когда мы очищаемся Слово, когда мы очищаем свой сосуд, когда мы полностью очищаемся, тогда Дух Святой может действовать, которую Он нам дал через кровь Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа. Это Дух благодати. Аминь. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 6 глава, 11 стих. И такими, то есть там перечислялось, кому Царство Небесное не принадлежит. И написано, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего и Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Это очень сильное место. Мы сегодня освящаемся кровью Иисуса Христа. Мы сегодня, и как бы тут такой создается момент, очищаемся ли мы Словом, или мы же все-таки очищаемся кровью Иисуса Христа. Но опять же повторяю то, что в Иоанна 1 глава написано то, что вначале было Слово, и Слово это был Иисус Христос. Слово это есть Иисус Христос, это есть Он Сам. И написано то, что от Иоанна 16 глава, 13 стиха, высветите, я уже буду оттуда читать, Иоанна 16 глава, тут уже говорится немножко о Духе Святом. И написано, когда же придет Он, то есть Дух Святой, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо нет, себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть услышит, будет говорить вам то, что говорил Иисус, то, что говорил Иисус ученикам. Сегодня Дух Святой говорит это нам, потому что написано, Библия говорит то, что Дух Святой, Он знающий все. Это Дух Святой, знающий все. Поэтому, когда мы сидим на собрании, и проповедует какой-то проповедник, и приходит откровение внутри нас, и открывается какое-то откровение, думаешь, как будто я уже это знал, как будто я уже это слышал. Почему? Потому что Дух Святой не внаружи, а внутри нас. И когда мы начинаем слушать Слово Господа, опять же говорю, Слово Бога, это начинает открываться внутри нас. И изначально свет начинает выходить изнутри нас. Аминь. Матфея, первая глава, 21 стих написано, что когда Иосиф был с Марией, и он боялся, что он не хотел быть, как сказать, он хотел, как бы, втихаря, или как правильно сказать, отпустить Марию, потому что он думал, что она совершила блуд. И пришел к нему ангел Божий. Я извиняюсь за свой русский, я думал, у меня лучше. Наверное, надо в миссионерскую поездку в Россию ехать. Но пришел ему ангел Божий и говорит, не бойся, это сын Бога, который зачат Духом Святым. И написано, дашь ему имя Иисус. И Библия говорит, мне нравится, по-английски написано, You will give him the name Jesus, because he will save people from their sins. Первая глава, 21 стих. Роди сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть, само имя Иисус уже для нас что-то обозначает. Само имя Иисус говорит, это как бы даже не имя, а это обозначение, что для нас Бог сделал. Он послал Сына Своего, который придет и освободит нас, и спасет нас от грехов наших. Аминь. И поэтому мы сегодня освящаемся через Слово. Поэтому я хочу сегодня нас призвать, что мы... Может быть, иногда бывают такие моменты, где мы падаем, где мы, может быть, совершаем неправильные какие-то вещи. Мы все люди, мы не всегда делаем правильные, может быть, решения. Может быть, мы на кого-то накричали, может быть, еще что-то, может быть, неправильно с кем-то говорили. Но сегодня у нас есть Слово Божие, через которое мы освящаемся. И Иисус говорит то, что уйду я, и придет Дух Святой, Который знает все истины, Который в полностью, 100% знает Слово Божие. Если мы сегодня будем проводить время с Духом Святым, то мы будем поднимать личность Иисуса Христа. Я говорю, если мы будем понимать личность Иисуса Христа сегодня, то мы будем понимать нашу личность, для чего создал нас Господь. Аминь. Еще хочу прочитать одно место. Я уже буду заканчивать, а то я всю воду выпил. А, еще стакан есть. Я немножко хочу тут прочитать такое слово. Недавно мы про это говорили на молодежном собрании. Просто хочу поделиться, потому что для меня это реальное благословение. Насколько важно сегодня слово. Насколько Бог сегодня ценит слово. Насколько Бог сегодня ценит тех людей, которые проводят время, которые погружаются, а не смотрят в футбол, а которые приходят на собрание и слушают слово Господа. Господь, слава Иисусу! Насколько сегодня Ему драгоценные люди, те люди, которые освящают свои сосуды словом. Не которые всегда бегают, может быть, за исцелением или за каким-то пророчеством, а которые понимают то, что сила Духа Святого приходит на основании слова, через которого мы освящаемся. Аминь. Исайя 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущий перед словом моим». Это очень такое сильное слово. Написано «сокрушенные духом». Сокрушенные сегодня духом. Вы знаете, невозможно сегодня взять и сокрушить себя. Как это правильно? Сокрушать себя. Нет такого. Очень тяжело сегодня сделать. Это только может сегодня сделать Дух Святой, который живет в нас. Как говорил Иисус, я по-русски не знаю, читал по-английски, что «учитесь от меня, я кроток и смирен». Да? Учитесь от меня, я кроток и смирен. Он полностью, он был в Слово, он полностью погружался в Слове, он был смиренный. Это о чем говорит, вот этот стих, второй стих, это нам сегодня призывает нас быть, как Иисус Христос, потому что написано то, что «на смиренного и на сокрушенного духом», то есть как был Иисус, написано «и на трепещущего перед словом моим». То есть если мы будем сокрушенные и смиренные духом, как был сегодня Иисус, и полностью погруженные в Слове, как был Он, трепещущий перед словом моим. Тех Господь ценит, тех Господь очищает через Слово Его. И в пятом стихе, это же главе, 6 глава, 5 стих написано. Вы слушаете Слово Господа, трепещущие перед Словом Его. Ваши братья... Да, ну я дальше не буду читать, я тут подчеркнул просто дальше. Вы слушаете Слово Господне, трепещущие перед Словом Его. Сегодня Господь, и это очень сильно начало говорить мои цены, потому что приходили многие моменты в моей жизни, где я реально видел Славу Божию, где сходила Слава Божия, и были исцеления, и были какие-то разные моменты. Если честно, я даже видел тех друзей, которые приходили в церковь, и они исцелялись. И через какое-то время их не стало. Они ушли обратно в мир. И я начал задаваться таким вопросом, как человек, который только что увидел Славу Божию, который был исцелен, который увидел силу Господа, потом и ушел. Потом как бы забыл про этот момент, как бы не ценил полностью этот момент и ушел. И потом я начал понимать то, что нет основания Слова. Господь, Он каждого хочет исцелить, Он всех хочет исцелить. Он милостив, и Он любящий Бог. Но я точно верю и знаю сегодня то, что ничто не меняет нас. И я даже скажу, что не исцеление, ничто так не меняет нас, как сегодня Слово Господне. Как истина Слова Его. Написано, Библия говорит то, что истина – это Слово Его. Истина освобождает нас. Истина освобождает от рабства греха. Истина освобождает от болезней. Истина освобождает от всего. И я верю в то, что если мы будем погружаться сегодня в Слово, и учиться в Слове, и полностью зависеть от Слова в нашей жизни, что ни шаг в нашей жизни не будет без Слова Господа, я верю в то, что будет приходить исцеление, и будет приходить слава Божия в нашу жизнь, которая будет менять нас и будет очищать нас. Аминь. Откруйте, пожалуйста, Евангелие от Луки. 16 глава. Слова Господа. Самый дешевый билет попасть на футбол. Самый дешевый билет. 3 700 долларов. Одно место на стадионе. Я думаю, знаете, как-то меня так это зацепило, думаю, неужели есть такие безумные люди в Америке, что могут потратить 3 700 долларов на то, чтобы пойти покричать на стадион 2 часа или там 3. Вот с женой мне сегодня там что-то утром перед собранием, я говорю, слушай, представь себя, жена. 3 700 долларов люди платят, чтобы попасть на стадион, покричать, пережить какие-то позитивные эмоции. Думаю, какие мы счастливые, что нету. Она говорит, да не может быть, да ну, что ты что-то придумал, так никто столько не заплатит. Да ну, где такие люди возьмут, чтобы за такое заплатить 3 700 долларов. И пошла в шауэр. А я подумаю, слушай, может меня точно как-то разыграли? Что-то я наговорил, думаю, серьезно. 3 700 долларов, это что-то. Думаю, дай-ка я это самое, Google, ну. Знаете, есть мистер Google. Я пошел на Google, думаю, ну, знаете, все-таки жене тоже надо как-то правду говорить. И я вышел раз в раз, читаю, ABC News, last minute ticket, around 9000 долларов. 9000 долларов. Я думаю, подожди, я что-то я не то сказал жене. Пишет, на Креглисте продают люди от 9 до 10 тысяч за место на стадионе попасть. Я думаю, ну ладно, думаю, хорошо, пойду я на Креглист. Пошел я на Креглист. Точно. 4 билета 40 тысяч просят. 2 билета 30 тысяч просят. 2 билета, самые дешевые, что я нашел, 8 тысяч долларов. Каждый. Каждый. Скажите мне, пожалуйста, за что люди платят такую цену? Откройте, пожалуйста, если вы не открыли Евангелие, Луки 16 главу. Я постучал в двери, в шауру, говорю, жена, я тебя должен попросить прощения, я тебя только что обманул. Я говорю, нечаянно прости меня, я тебе сказал неправду. Мне 3 с половиной тысячи. А вот я тебе говорила. Я говорю, я чуть-чуть ошибся, говорю, 9 тысяч. Что? Что? Поэтому не ругайте тех, которые просто сегодня не пришли, они дешево отделались. 16 глава, с первого стиха. Сказал же и к ученикам своим. Это отличалось, вы заметите, да, когда Христос говорил всем людям, и когда Христос подчеркнуто, что Он это сказал ученикам. То есть, почему ученикам? Это люди, которые пошли учиться конкретно, потому что, знаете, в толпе все ходят. И ротозеи, и те, которые хотят на чем-то поймать. Ну вот, интересное слово для тех, кто хочет чему-то научиться. В этом зале есть люди, которые хотят чему-то научиться вообще? Вот Он сказал ученикам. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, сказал ему, что это слышу я о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда сказал управитель сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Я не знаю, какой национальности был этот управитель. Но похоже, что лопата его конкретно не прельщала. Я удивляюсь его честности, потому что есть люди, которые думают, что они могут копать, а они на самом деле тоже не могут копать. И такие есть среди нас. Они думают, потому что они никогда не копали. Они думают, потому что они никогда не копали. Я бы, та бы. Вот человек, видите, хоть честно знает свои ограничения. Человек с ограниченными возможностями перед нами. Копать не могу. Может, он инвалид на коляске был. Знаете, есть такие. Управлял домом прекрасный, может, без ноги. Ездил на коляске, смотрел, там всем давал работу. Мы не знаем. Он говорит, я копать не могу. Может, в меру характера, может, в меру физических ограничений. Разные вещи. Но и то, и то бывает человек ограничивает. Вы знаете, самое большое ограничение – это между ушами у человека. Вот как человек ограничил, вот это расстояние в 4 инча, или сколько, да, из 6 инча. Вот это ограничение ограничивает человека всю его жизнь. И человек проходит по жизни, ограниченное ограничением, которое между ушами у него. Потому что как человек думает, так он и живет. Как человек думает, так он и живет. И вот интересная мысль происходит. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвал должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому. Сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он сказал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света вроде своем. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом, во многом верен. А неверный в малом, неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинной? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваши? Никакой слуга не может служить двум господам. Либо одного будет ненавидеть, а другого любить. Либо одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышав все это, слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Одна из таких вот притч, которая заставляла меня думать, и думать, и думать, и думать. Я не мог никак думать, что тут в этой притче такого закопано. Но как вот, потому что, ну, послушайте, тут вообще настолько нелогично, что этот хозяин похвалил. Тут уголовщиной попахивает, вы меня извините. Тут мужик написал себе на от 5 до 12 лет растрата имущества в особо крупных размерах. Его похвалил хозяин, его похвалил Христос. Это что, Иисус одобряет коррупцию? Иисус за то, чтобы делали вот такие неправильные дела? На что на самом деле обращает внимание наше Иисус Христос? Посмотрите одну фразу. В конце притчи Иисус заканчивает и говорит в 9 стихе. И я говорю вам. Помните, с чего мы начинали писать, читать с вами? Сие сказал к ученикам. И когда притча закончилась, он говорит, это я говорю опять кому? К вам. Вы знаете, каждый человек, когда он что-то слышит, он воспринимает это в меру своей испорченности. В меру своего состояния, в котором он находится. Он по-другому не может мыслить. И Иисус говорит, а это говорю теперь я вам. Обращается к вам. И что он говорит вам? Первое слово. Давайте на нем мы с вами сегодня остановимся. Приобретайте. Скажи твоему соседу, приобретай. И не просто приобретайте, а Иисус говорит ученикам своим, приобретайте друзей. Все, что в вашей жизни есть, оно у вас находится по трем причинам. Есть только три причины для того, что у вас есть. Первое. Оно у вас потому, что вы его приобрели. Так? Вот вы сидите в одежде. Вы, наверное, ее приобрели. Ну, мы так предполагаем, что, наверное, все-таки вы ее приобрели. Ну, второй вариант, оно может быть у вас, если вам это подарили. И третий вариант, это если вы его украли. Мы смеемся. Мы смеемся. Но не поверите. Не знаю, как вы к инкаунтеру относитесь. Но на одном инкаунтере расскажу мы историю. Уже было дело в конце. Исповедь закончилась. Молились. И какое-то было, знаете, пришло какое-то состояние, такое, знаете, как потерялось вот присутствие Святого Духа. Мы начали просто молиться. Господи, вот шло-шло, потом раз, как будто ушла волна. Знаете, бывает такое. Кто знаком с действием Духа Святого, бывает такое. Мы начали молиться. И Дух Святой открывает, что надо избавиться от ворованных вещей, которые здесь находятся, в этом зале. Знаете, как-то оно несозвучно, потому что там же все Бога ищут. Постились, три дня молились, три дня, знаете. Но человек, который принял Слово от Господа, послушан, говорит, слушайте, Бог вот такой открыл, что надо избавиться от ворованных вещей. И в зале тишина. И вдруг такое вот действие, знаете. Раз футболка слезла, я вспомнил. Где я ее взял? Понес в мусорник выбрасывать. Футболка на человека, который уже неделю Бога ищет. Сворованная с магазина, я не знаю, какая это. Но человек стащил она. Он как загорелся, как огонь через него прошел. Представляете себе? Аллилуйя. Сразу атмосфера в зале поменялась. Как хорошо, когда мы слушаемся Духа Святого. Но все, что у нас есть, все, что у нас есть, оно, у нас есть по трем причинам. Приобретенное, подаренное или сворованное. По-другому в нашу жизнь не приходит никак. О друзьях Иисус говорит, приобретайте друзей. Вы знаете, мы можем пользоваться чужой машиной. Мы можем пользоваться чужим авторитетом. Мы можем пользоваться чужими друзьями. А Иисус говорит, приобретайте друзей. И Он это говорит ученикам, которые между собою ученики, которые между собою избранные, которые между собою особенные, помазанные, но которые в кругу между собою не друзья. Вот так вот бывает. Мы как-то такое по-своему, лично перед Богом каждый. Мы такие хорошие, святые. И знаете, такое, как это правильно выразить, общественное одиночество. Мы как-то так умудряемся в толпе быть, умирать от тоски одиночества. Идем в небо, в призвании, в помазании, но если действует, то через меня, если что-то будет, то если не я, то значит ничего не было. Мы можем так обосабливаться и создавать вот такую атмосферу. Вы знаете, Бога это сильно напрягает. Наш Бог очень дружелюбный Бог, оказывается. Наш Бог, у Него очень дружеское сердце. И точно так же, как огонь греет, точно так же, как вода размачивает что-то, точно так же любовь, которая излялась в наше сердце, Духом Святым, природа, любви, естественно, претворить наше состояние сердца в дружеское отношение к кому-то. Любовь, которая у нас есть, ее выход, ее программа практики претворить в дружеское отношение. Иисус говорит, смотрите, какой сообразительный человек. Что он сделал? Он сообразил. Сообразительность – это хорошее качество. Вы знаете, верующие люди, Бог хочет, чтобы мы были сообразительными. Сообразительность – это не грех. Бог, написано, Исава возненавидел, а Иакова возлюбил. Чем отличался Исав от Иакова? Иакова отличался своей сообразительностью. Мы можем сказать, что Бог не просто возлюбил Иакова, А я думаю, что в слове, образном названии Иакова включена сообразительность. Бог возлюбил сообразительность. Христос говорит, что сыны века сего сообразительнее. Бог нам дал разум для того, чтобы мы им пользовались. Мы можем посмеяться, но меня удивляет, что хозяин – деловой человек, бизнесмен, сообразительный человек. Вы знаете, что сообразительные люди всегда замечают? Сообразительный замечает сообразительность. Представьте себе, человек настолько деловой, что он проглотил потерю и подчеркнул сообразительность. У меня такое впечатление, что этот человек на работе остался. Хотя уже был уволен. Он сдал такой серьезный экзамен, что хозяин сказал себе, слушай, таких сообразительных людей увольнять не так-то сильно и хочется, потому что ты возьмешь человека, который клянется тебе в любви и верности и в дружине, но с него толку какой? Вы меня извините, но любой человек, который принимает кого-то на работу, знаете, о чем он думает? О выгоде. А бы выгода была. Нормальный украинец думает так. Кто-то просто обвгода, а для кого-то обвгода была. Тогда и дело будет. Вы знаете, мы вот такие люди, мы вроде ничего-ничего, но на самом деле я вам задам один вопрос. Скажите мне честно, из-за чего, вы думаете, больше всего было разрушено дружеских отношений? Не из-за мамоны? Не из-за мамоны поссорились друзья? Не из-за того, что они прибыль не могут поделить? Поссорились друзья. Не из-за того, что они не могут посчитать, кто сколько должен? Пока в бизнесе прибыли не было, такие были дружные. Как поперло, смотришь, уже не разговаривай. А ты во сколько пришел? А ты во сколько ушел? А ты вообще ничего не делал? А ты что не понял? А мы говорили пополам, но мы говорили, что ты будешь приходить. А ты не приходил, а я прихожу. Все. Говорят, кошка пробежала между ними. Нет, не кошка между ними пробежала. Человек имеет свое определенное отношение к тому, что оно имеет цену. Когда мы говорим о приобретении, приобретение – это обмен. Когда мы что-то приобретаем, мы приходим в магазин. Как мы приобретаем? Мы даем им то, что мы имеем. Они дают нам то, что они имеют на взаимно выгодных условиях. Так или нет? То есть вам не дадут, если вы говорят, а цен ничего не стоит, пойдите без одного цента, купите что-то. Будет 4,99. Придите 4,98, вам скажут, дайте еще один цент, и вы возьмете себе. Нет, идите домой без. Приобретение – это своего рода обмен. Что-то на что-то. Раньше денег не было. Раньше было золото, серебро и товары. Бартерная сделка. Я тебе сделаю то, ты мне сделаешь то. И люди понимали по-другому. Когда вводили деньги, вы знаете, был очень большой гвалт, потому что многие люди просто не знали, как это все будет. Они подозревали, что эта бумага завтра может обесцениться. Им говорили, нет, нет, это бумага, ты что, это бумага, все. И на самом деле, все мы понимаем, если у вас эти чулки забиты американским деревом зеленым, вы понимаете, что в один день вы можете проснуться, и у вас будет достаточно, чтобы печку растопить, не больше. Это все может случиться. Поэтому надежда наша на что? Люди избавляются от бумаги и приобретают золото. Это золото падает в цене. Люди покупают стак в нефть, чтобы обменять. Знаете, богатые люди думают, куда сейчас вот. У нас сестра в России продала квартиру, пока обменяла. Должна была получить 250 тысяч долларов, пока этот обмен туда-сюда, 100 тысяч не знает, получит или нет. Вот как с пальца прошло. Четверть миллионерша была, а тот раз, слушай, не знает, хватит ли вообще. Пока довезу. С этими всеми обменами, курсами, как начало валиться. Все, человек плачет. Украли у человека 150 тысяч на ровном месте и воранят. А как это случилось? Обмен. Обмен – такая штука интересная. Так вот, смотрите, что произошло. Почему похвалил хозяин и Господь человека? В чем догадливость? Человек понял, что он уже уволенный. Человек понял, что он уже не работает. Человек понял, что шансов у него здесь не осталось. Мы не знаем. Мы знаем только одно, что по слухам хозяин принял решение. Знаете, слова наушника разлучают друзей. Мы знаем, что человек воспользовался своим правом, которое было у него. У него была позиция, когда он имел это право управлять, он имел право списывать долги, ему это право было дано. Он на этих условиях работал. и он решил долги превратить в дружеские отношения. Он обменял. Он обменял 50 этих, как они, 100 мер масла обменял и сделал 50 мер масла, заложил в дружеские отношения. Вы заметили, что люди, которые должны были масло, должны были пшеницу, они не перестали быть должниками. Ихние долги, как это по Америке говорят, пересеттлмент делали. Он их переформатировал. То есть люди, которые должны были 100 мер пшеницы, 100 мер масла, они не перестали быть должны, они остались должниками. Только они остались должниками, их долги изменились. И теперь они понимают, что хорошо, если этот человек ко мне не придет на порог. Теперь их мечта, чтобы он у них на пороге никогда не появился. Потому что, когда он появится, я его должен принять. Разумно? Разумно. Он обменял, пользуясь тем, что в его было власти. Поэтому сообразительность заключалась в том, чтобы обменять то, что у тебя есть, превратить в дружеское отношение к себе. Сообразительность заключается то, что ты имеешь много или мало, его обменять на дружеское отношение к себе. По-другому, намек, намек Бога нам, чтобы мы делали людей должниками нам. вы знаете, вы знаете, что в Америке самый прибыльный бизнес, это долговой бизнес. Кредитная карточка приходит вам 0% 6 месяцев. Это уже проверено годами. И люди, о, аллилуйя, недисциплинированные в финансах, не умеющие с финансами распоражаться, говорят, о, мне пришло, пользуйся чужими деньгами 6 месяцев без процентов. Fair, fair. И люди говорят, что если на самом деле пользоваться правильно, дисциплинированно, ответственно, разумно, то можно обанкротить тех, кто вам дает без процентов. Но практика жизни показывает, что люди очень легко становятся должниками. Очень удобно и легко. Сердце человека так оно настроено. Но есть долги, которые ты попадаешь за свое неразумие, есть попадаешь в меру определенных обстоятельств. И поэтому неразумие мы оставим в сторону. Давайте мы поговорим в меру определенных обстоятельств. Вот эти люди остались, если раньше они были должны одному человеку, то через сообразительность они теперь стали должны двум. Красиво? очень красиво. Это дело человек, который копать не может и просить стыдиться. Куда же я веду? Сейчас Пастослава наговорит. Давайте посмотрим 19 стих. Время наше бегает, некогда нам много раз 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 это самое. Но интересно, правда? Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весонный каждый день першествовал блистательно. То есть, вы помните, да, как он стал богат? Три причины, как он стал богат. Либо обменял удачно, либо подарили. Батя там, наверное, мешки золота оставил, когда понесли вперед ногами. Либо такие ворюги, что все общество знало, что от них не спрячешь. Но Библия не говорит, как он стал богат, был богат. И Библия говорит, вот с этого момента развивается мысль, что он богат, першествовал блестательно каждый день. Может быть, это родственник того, который, помните, что у него народилось, и он не знал, куда он денет. И мысли очень похожи. Тот мысль, так что теперь душа моя, ешь, пей, добра в тебя. Это какие-то родственники похожи. Где-то есть между ними какая-то связь, как они думают. Это, по крайней мере, национальность одной похожа. Близкие у них ментальность. Пиршествовал блистательно. На Акурах, на Лексусах, на Мерседесах, Хонда вообще, это не машина. Какой там тебе просто, как он дроид, только айфон. И то высшей марки, еще в кожаном переплете. Был также некоторый нищий именем Лазар, который лежал у ворот его в струпе. и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизались с трупья его. Нищий. Возможно, он не всегда был нищий, но Библия уже говорит с того момента, когда он стал нищий. Как он стал нищий, мы не знаем. Но вы знаете, как люди нищими становятся? Я на Брайтоне встречал людей, которые на 42-й держали магазины. Один умер от гангрены ног, замерз на Брайтоне от холода. Мне сказали, что его похоронили. Изменила ему жена. И когда он узнал, не смог, мужик, 50 лет, не смог пережить измену жены. Потерял все. Все потерял. Не надо ему ни ягуары, не надо ему ни акуры, ничего. Сидим и с ним разговариваем. Он говорит, мне ничего не надо. У меня есть в жизни только одна мечта. Если бы моя жена, которая могла, которая меня предала, ушла за другим мужчиной, когда-нибудь вернулась, и я бы все обратно приобрел. Мне это все не важно. Оно у меня будет, лишь бы только она вернулась. И я сижу, мужчина взрослый плачет. Все потерял, сидит в одних рваных шортах. Мне ничего в этой жизни не надо. Меня предал любимый человек. Вы знаете, что предательство это тоже обмен. приобретение это обмен. Предательство, измена это тоже обмен, когда тебя обменивают на кого-то другого. И вот мужчина, который обладал богатством половины Нью-Йорка, он не смог пережить. И мне сказали, его больше нету. Он умер от гангрейной ног, он ноги заморозил. В третьем тысячелетии в центре Америки, в одном из богатейших городов умирает бывший богатей от гангрейной ног, который не успевает ему отрезать. Заражение пошло умным. Дружеское отношение. Бог намекает нам, насколько важны дружеские отношения. Смотрите. Умер нищий, отнесел был ангелам на лон Аврааму, умер и богач и похоронили его. Ивады, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Ивазапив сказал, «Отче Аврааме, вы межсердились надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего води и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал им, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, а Лазар злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Говорил богач, говорил Авраам, узнал богач бедняга в болях, скорбях, обстоятельствах, неконтролируемых обстоятельствах своей судьбы человек начал замечать то, что раньше он не замечал. Это первый раз в жизни, когда богач по-серьезному обратил внимание на Лазаря. И самое печальное, самое печальное, что у богатого человека в раю не нашлось людей, которые за него замолвили словечко. У него в раю не нашлось ни одного друга, ни одного должника, только родственники. А родственники не захотели помогать. А Библия говорит, «И бывает друг привязанный более, нежели брат». Я вам хочу сказать одну простую вещь. лазарь ничего не должен был богачу. И это была самая большая ошибка богача. Если бы хотя бы в жизни один раз богач остановился и дал что-то этому бедному лазарю, лазарю пришлось бы заговорить и сказать, «Знаешь, я в долгу перед этим человеком, отче Аврааме, он меня накормил, помнишь? Пойду, я в долгу, он просит». А лазарь молчал. Лазарь не был должен. А Библия говорит, «Делайте людей вам должниками». Библия говорит, «Дающий бедному что он делает? делает Бога своим make a big difference. Это звучит совершенно по-другому. Дать Богу штук десять взаймы, как вы думаете, проценты нарастут? На что намекает Бог? Дающий бедному дает взаймы не бедному бедному. А кто хочет бедному занять? А бедному знаете как? Пробивают по social security. Если ты бедный, тебе скрутят, простите меня, не хочу говорить за кафедрой, это плохое слово скажут. Когда чуть-чуть разбогатеешь, придешь, когда покажешь, что можно на что-то обменять, тогда мы тебе займем. а дружеские отношения знаете какие? Давайте взаймы, чтобы когда случится, у вас окажется нищета, и вам не будет возможности сказать слово в свою защиту, не дай Бог такого горя, чтобы на земле не оказалось одного человека, который мог бы сказать ваш адрес какое-то доброе слово, что вы кому-то когда-то безвозмездно сделали на самом деле что-то хорошее. Это характер Бога. Бог стал другом Авраама, помните? Как он стал другом? Сколько стоило Аврааму дружба с Богом? Сколько заплатил Авраам? Готов был заплатить Авраам за дружбу с Богом? Очень дорого. Послушайте меня. Библия говорит приобретайте друзей. Это переводится на наш простой язык бесплатных друзей нету. Бесплатной дешевой дружбы не существует. Писание говорит, что в последнее время люди будут неблагодарны и недружелюбны. Недружелюбны. Почему? Потому что похоть к деньгам, к времену, к земному, похоть, которая пропитала сердце, мысли, душу богача, ослепила достаточно его, чтобы он не видел нужду рядом человека, который мог сделать добро. Что стоило этому богачу сделать Лазарю доброе дело? Библия говорит, псы лизали с трупья. Знаете, Библия вообще, пес в Библии вообще-то негативный образ. Но на самом деле, если мы возьмем всех среди животных, то пес, наверное, это единственное животное, которое будет умирать за своего хозяина. И лизать для пса это показать свое дружеское отношение. Кого пес ненавидит, того кусает. Кого любит, того лежит. Хозяина, его жену, если она толковая, его детей, всех добрых соседей, собака всех определяет, собака любит всех по их отношению к его хозяину. В собаке нету личных друзей. Собаки лизали Лазарю. И мне кажется, если бы речь зашла за собак, Лазарь бы заговорил бы. Лазарь бы сказал, если бы шанс был этим собакам быть здесь, лучше пусть эти собаки были бы здесь, чем этот богач. Потому что он придет сюда, он здесь будет думать, как разбогатеть, как першествовать. Этот тип не покаялся, он вопьет, потому что просто ему больно, он не хочет никому быть другом, он просто хочет опять дешево воспользоваться кем-то просто так. Может у него есть какая-то родственная сознательность помочь родственникам, но извините меня, в том мире родственники ему не помогли, а друзей у него не оказалось. Редактор субтитров Корректор А.